Привет, меня зовут Саш Капост и это видео «Делаем буквы» на канале «Твой шрифтовый фетиш». В этом уроке мы с вами разберем панель, окно точнее фонд-инфо, в котором находятся все основные настройки и вся информация о вашем шрифте, который вы рисуете. О вас как о создателе, о его различных размерах, характеристиках и так далее. Там же настраивается панель вариативности, точнее настройки вариативности. Но в этом видео, в этой линейке видео мы не будем разбирать, потому что мы рисуем только одно начертание. Но когда-нибудь в будущем мы и до этого доберемся. Перейдем к уроку. Итак, давайте назовем наш шрифт, чтобы можно было его идентифицировать. Тут у нас есть несколько способов, как это сделать. Первое – это нажать букву «Ай». Откроется окно, в котором мы можем задать характеристики этого шрифта. То есть всякие настройки, названия и так далее. Либо файл фонд-инфо, то же самое. Или просто приучите себя к комбинации «Контрол-Альт-Ф» в Windows. И потому что вы будете очень часто туда заходить. Поэтому «Контрол-Альт-Ф» открывает нам то же самое окно. Здесь на разных вкладках мы можем настроить наш шрифт. Нас интересует самая первая, в которой мы называем наш шрифт. Это у нас шрифт «Журнальная рубленая». Вроде бы правильно я писал. Но так как я делаю свой шрифт, а все мои шрифты начинаются с приставки «UFF», то есть «Urform-Fedish», мы назовем его «UFF» – «Журнальная рубленая». Чтобы точно было понятно, что это моя, что это не простая журнальная рубленая. И если даже кто-то сделает такой же шрифт, они как минимум будут отличаться по названию. Отлично. Мы рисуем «Regular», то есть здесь по умолчанию 400 стоит значение. Мы оставляем как есть. Мы не делаем сейчас вариативный шрифт, поэтому нам эти значения в принципе особо не важны. Все остальное мы не трогаем. Единственное, нам нужно изменить вот это название. Вместо того, чтобы писать их вручную и вот так вот делать, можем нажать «Build names» и у нас они автоматически заполнятся. Очень удобно, очень просто. Вот здесь мы можем выбрать его размер. Но так как, опять же, это у нас стандартный классический шрифт, нам ничего здесь менять не нужно. Вот. Переходим дальше. Здесь мы оставляем все по умолчанию в 750, 100, 1000 – это высота M. И, грубо говоря, размер буквы – это 1000 точек на M. Одна точка называется UPM. То есть средняя высота шрифта – это 700 UPM за главной буквы. Просто примите это как факт и все. Ascender – это верхний выносной элемент, его высота средняя и нижняя. Тоже особо здесь не заморачивайтесь. Просто оставьте как есть и потом в будущем мы с этим разберемся. А вот Round Coordinates – это очень полезная штучка. Она точно так же округляет все те значения, которые мы с вами делаем, когда мы экспортируем, рисуем и так далее, чтобы было более конкретное положение всех точек на сетке. Это неудобно, если вы делаете импорт из иллюстратора, например, потому что тогда у вас корежится контур. Но о том, как импортировать контур из иллюстратора, мы поговорим в каких-нибудь будущих других уроках. Нас сейчас это не интересует. Поэтому здесь мы оставляем все как есть. Скорее всего, Round Coordinates у вас включены. Следующая вкладка – Font Dimension. Вот тут мы задаем высоту прописного символа и строчного. В 700 – это прописной, в 500 – это строчной. То есть маленькие буквы, большие буквы. Виталик мы сейчас не делаем, поэтому наклон нам не нужен. Curve Tension – это натяжение кривой, то есть насколько шар круглый. Насколько он будет круглый, грубо говоря. То есть если мы выставим положение 50, то он будет немножко приплюснутый. Если мы выставим положение 100, то это будет почти квадратный овал. И 60 – это стандартное базовое значение, меня оно полностью устраивает. Вот. Вот это мы трогать не будем. Оставляем все как есть. Но вот здесь мы можем написать какие-нибудь заметки по созданию этого шрифта. Тоже нам это сейчас не нужно. Стэмы не нужно. Это пригодится при хентинге и так далее. Но мы этого делать не будем здесь. Пропускаем, 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 пропускаем. Вот здесь можно написать ваше имя, название вашей студии, ваш сайт. Ну, например, дизайнер. Это я. Ссылка. Ну, полагаю, что это ссылка на сайт. YourFontFetish.com. Вроде бы правильно. Вот. Тут надо почитать просто, что там надо будет вводить. И особо еще даже не... Так как я еще ни одного шрифта не закончил, я только их просто рисую, но не довожу ни до конца никогда. Здесь ничего не знаю, что надо писать. Поэтому ставим как есть. Дата создания шрифта. Now. Либо просто можете вручную. Версия и так далее тоже можете здесь указать. Legal. Здесь вы указываете текст лицензии и ссылку на лицензию на ваш сайт. Так. Это нам пока не нужно, но мы добавим. То есть, когда мы нарисуем все символы, надо будет просто нажать бриллиант. И все кодировки, которые подходят под ваш шрифт, то есть, если символы совпадают с кодировкой, они просто добавятся. Вот. Здесь то же самое. Проставляем. Он нам прописывает кириллик, кириллик и базовую латиницу. Дальше. Это, вот это и вот это у нас относятся к вариативности. Мы ее рассматривать не будем. Будем рассматривать когда-нибудь в будущем. Потом. Если доживем. И фонт лип. Тут что-то надо писать, не знаю. Overview просто нам показывает все те настройки, которые мы сделали в этих вкладках, в виде одной колонки. Столбика. Потому что, когда у нас вариативный шрифт, и таких слоев у нас много, он нам показывает много таких столбиков. И мы можем сравнить, где какая есть разница, и, соответственно, исправить эту разницу, если требуется. Если не требуется, ничего не делаем. В общем, с этим мы разобрались. Нажимаем Apply. Мы видим, что сверху здесь и сверху здесь у нас название поменялось. Приставка Rec говорит, что мы находимся на слое регела. Жмем ОК. Все. С этим мы разобрались. Теперь нам нужно сохранить этот шрифт. Если вам что-то непонятно, можете заскочить в чат «Делаем буквы», где вы можете задавать вопросы, вам на них оперативно, а может быть и нет, ответят. Есть также группа «Твой шрифтовый фетиш», в котором новости. Эти же новости я стараюсь дублировать ВКонтакте в аналогичной группе. И заглядывайте на сайт «Твой шрифтовый фетиш». Возможно, к моменту, когда вы смотрите его, там уже что-то появилось, а может быть и нет. Здесь будут шрифты, которые я рисую. Здесь будут видео, которые я записываю. И какая-нибудь другая интересная информация. Увидимся в следующем видео.